Из 16 участников со всей Бурятии остались сильнейшие. Пятерка лучших борется сегодня за звание чемпиона. Ежегодно в рамках международной выставки «Пир индустрии гостеприимства» в Москве проходят профессиональные соревнования, которые собирают лучших кулинаров из России и из-за рубежа. Мы решили, что в этом году должны обязательно участвовать именно от нашей республики наши студенты. Поэтому уровень сегодняшнего конкурса похож на уровень московского стандарта. То есть мы максимально даем возможность ребятам, чтобы они себя пробовали здесь и выявляем самого сильного. И самый сильный поедет на чемпионат уже представляется Республика Бурятия в российском составе. Финал на то и финал, чтобы выявить лучшего. Ребята ничего не знали о предстоящем задании. Черный ящик открыли прямо на их глазах. На столе только овощи и фрукты. Сегодня конкурсантам предстоит готовить три блюда из постного меню. По словам председателя жюри, это одно из сложнейших заданий, которое поможет выявить самые сильные качества сегодняшних конкурсантов. Мы привыкли мясо, птица, рыбу, вот это все употреблять в пище. И тут раз ровно 40 с лишним дней мы не должны кушать то, что мы привыкли кушать. Поэтому они должны делать максимально очень вкусно, чтобы человек не ощущал себе, что у него в организме отсутствуют, допустим, мясные продукты или в пище. Несмотря на сложность задания, все ребята воодушевлены. Участникам дается 15 минут на выбор продуктов для своего меню, а затем один час на готовку. Как настроение? Отличное. Расскажи, что готовишь. Я готовлю салат овощной, холодное блюдо, холодная закуска. Потом я буду делать горячее, я буду делать рулетики из баклажана. И на десерт попробую приготовить ляблоко. Главный приз сегодняшнего турнира – путевка в Москву на чемпионат России. В октябре там соберутся лучшие кулинары страны. Но сначала нужно стать лучшим в Бурятии, а это непросто. Требования к участникам очень высокие. Критерии у нас основные – это вкусовые качества, самое главное. Потом подача. Мы хотим видеть именно в подаче сегодня – это минимализм. То есть красивую подачу, тарелочку с элементами. Есть, если более простым языком сказать, есть все, но по чуть-чуть и красиво. Ирван Калачан пообещал, что теперь этот чемпионат станет традиционным. Главной задачей он ставит повышение уровня местных поваров. Ирван не сомневается, что очень скоро о бурятских кулинарах узнают далеко за пределами республики. Наталья Домбаева, Вячеслав Батоев, Антон Неконоров. Первая альтернативная.